Здравствуйте, это программа «Тема дня», с вами Вера Таран. Ну что ж, совсем немного осталось до 1 сентября, и сегодня наша программа посвящена как раз этой теме, начало нового учебного года. Мы поговорим о том, вообще как и насколько готовы школы Твери ко встрече своих учеников. Будем говорить по поводу того, насколько борются вообще со второй сменой, борьба с которой заявлена на всех возможных уровнях, ну и не только. Я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на радиочастоте 95,5 FM, радио Монте-Карло. Это Тверская частота, поэтому присоединяйтесь, слушайте. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон 3190, звоните и задавайте вопросы нашим гостям. Ну а гости у нас сегодня следующие. Сегодня у нас в гостях Владимир Маргось, заместитель начальника управления образования и администрации города Твери. Добрый день. Здравствуйте. Лариса Константиновна Зверькова, директора школы номер 53. Добрый день. Также у нас в гостях Яна Чевчан, педагог-психолог, которая как раз работает с учениками, со школьниками. И Екатерина Орезникова, представляет у нас сегодня родителей. Здравствуйте. Ну что ж, вот прямо вот когда я вижу Владимира Григорьевича у нас в гостях, это значит 1 сентября на самом деле не за горами. Календарь не врет. Ну что же, сейчас я знаю, что подготовка вообще продолжается. Все-таки сколько школ у нас в этом году откроют свои двери и будут готовы встречать все учеников? Какова готовность тверских школ на данный момент? Честно говоря, для образовательной системы лето не является периодом отпусков и летом периодом расслабления. Все лето мы также продолжаем упорно работать, настойчиво работать по другим направлениям, которые, может быть, менее представлены во время обычного учебного процесса. Но, тем не менее, не имеют места быть. И поэтому подготовка к новому учебному году практически, на мой взгляд, она плавно перетекает из предыдущих этапов, которые сегодня школа наша осуществляет. Я хочу буквально два слова сказать о результатах ЕГЭУГ, которые предшествовали началу нового учебного года, как ориентир на будущее, на нашу деятельность. Вы знаете, в июне месяце у нас повсеместно проходит эта пора государственных итоговых аттестаций. В этом году у нас в ЕГЭ участвовало 2125 человек, в ОГЭ – это учащиеся девятых классов 4180 человек. В принципе, мы результатами довольны, потому что по средним показателям оценок, которые получили наши выпускники, они лучше, скажем, среднего областного уровня, где-то лучше, где-то чуть, может быть, на таком же уровне, по федеральному уровню представляют. У нас есть наша гордость. Дети, которые получили наивысшие результаты 100 баллов, причем даже по двум предметам, из трех вообще учеников, получившие 100-бальные оценки по двум предметам, по области 2 – это представитель города Твери, 44-й гимназии и школа номер 1. За особые успехи, ну, это в простонародье золотая медаль, в этом году удостоено 183 выпускника, и этот показатель будет учитываться при поступлении в УЗГ. Кстати, я должен сказать, что уже пора зачисления поступления, в принципе, прошла. Те, кто желал найти себе дальнейшую ступеньку своего развития в плане среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, они уже определились. На наш взгляд, достаточно успешно прошла эта тоже кампания. Но, правда, есть одна тенденция. В этом году мы заметили, что большую популярность у нас пользуются средние профессиональные образования. Если раньше вот в УЗГ больше привлекали молодых людей, то сегодня много очень после 9 класса пошли в средние. И там даже были конкурсы, там был отбор серьезный. И это показывает, что сегодня наши выпускники, они трезво подходят к жизни и понимают, что, владея какой-то реальной конкретной специальностью, они, наверное, может быть, больше достигнуты как ступенька дальнейшего развития. Ну вот прямо хотелось бы добавить. На самом деле, потому что был период, когда было перенасыщение, я бы сказала, гуманитарных специальностей. Многие шли юристы, экономисты, менеджеры, те же самые управленцы. Но потом оказалось, что у нас вакуум и вообще нехватка тех, кто работает руками и вообще является вот такими именно специалистами. На самом деле, не хватает. Куда все-таки идут ребята, выбирая технические специальности? Какие именно? Ну, все те специальности, которые так или иначе связаны с конкретными реальными делами, с техникой или с организацией конкретной деятельности, бизнеса, туризма в различных направлениях. И очень популярно сейчас медицинское направление, экологическое даже направление. Почему-то, вот пока мне непонятно, большой популярностью пользуется направление дизайна. Очень много желают туда. Ну, чувствую, что наш город расцветет, если у нас столько дизайнеров. Потом выпустим, потом выпустим, да. Второе большое направление летнее, это, конечно, летний здоровительный отдых. У нас 9 лагерей приняли свыше 11 тысяч человек. К счастью, для нас сезон прошел без ЧП, без эксцессов. Никаких громких случаев, такие, как были, к сожалению, в некоторых регионах у нас этого не проходило. И вот завтра у нас завершение сезона. Завтра последний лагерь закрывает свои ворота и выезжает группа ребят. Надеемся, все будет благополучно. И летний четверть заканчивается. Совершенно верно. Меня поразило, когда приезжаешь в лагеря, с каким фанатизмом, я бы даже сказал, с какой любовью дети наши относятся к нашим лагерям. Из года в год там уже свои группы фанатов, свои подписки в WhatsApp или собирают дети. Из поколения в поколение, что называется. И самое главное, даже те, кто закончили потом школу, какое-то высшее учебное заведение, они потом приходят в лагеря уже вожатыми, руководителями. И вот этот дух, мы все понимаем, материальная база еще, к сожалению, у нас там не на том должном уровне находится. Но вот тот дух, который удается заложить в наших лагерях, он дорогого стоит. И ребята по полной пользуются вот такой возможностью. Вот не могу не спросить про лагеря. Вот, Екатерина, вы своих дочерей отдавали в лагеря вообще? Были они там? Да, конечно. Они у меня обе заядлые лагерницы, если можно так выразиться. Причем старшая уже четвертый год подряд и ездит на третью смену в лагерь «Спутник». У них там свой танцевальный отряд, и, конечно, за уши не оттащишь. Она вот как раз 15 июля поехала и в первый же день неудачно там сделала фуете или что-то там по дебаске. Я уж могу немножечко не так выразиться. Но настолько было сильное желание остаться в команде, что она там на костылях находилась все это время. То есть потом купили дети фиксатора, но она все равно принимала участие в лагерной жизни. А младшая, она каждый год ездит на четвертую смену в лагерь «Чайка» вместе с дюшер, с волейболистом. Как раз вот завтра у нее заканчивается. Как сказали, смена, да, и она говорит, я в школу не хочу. Мы хотим там оставаться еще, тренироваться. И это, конечно, совершенно другой мир, другая атмосфера. Ну да, и это значит, если я вот в лагерь пошел, заболел, значит, так потом уже все и продолжают ездить. Мало того, я столкнулся с ситуацией, когда дикие конкурсы, чтобы попасть в лагерь. Вот, например, у нас есть лагерь «Дружба», пользуется большой популярностью. Мне кажется, легче в МГИМО поступить, в МГУ на первый курс, чем, скажем, во вторую смену лагеря «Дружба». Я уже среди ночи, вторая смена «Дружба» у меня стала как вот, потому что огромный наплыв желающих попасть. И понятно, ну, все от того, что коллектив сумел создать ту атмосферу, где ребятам очень хочется быть, правильно вы сказали, их тянет туда. И, к счастью, мы радуемся, что вот такие коллективы у нас сохранились, есть, и пока они есть, у нас и будет летняя оздоровительная компания. Ну, а что все-таки там у нас такого интересного для ребят предложено, что они вот так туда тянутся? На мой взгляд, самое главное, там доверяют ребятам. Вот там вся воспитательная работа, ну, как мы называем условно-воспитательная работа, она построена на том, чтобы доверить ребенку активно строить вот ту деятельность, в которую он там погружается. Не трудно даже перечислить, каждый день с утра до вечера у них какие-то мероприятия, мероприятия, причем они не похожи друг на друга, разные смены, правильно говорим, где спортивная смена, следующая там творческая, театральная смена, потом на смену приходит еще одна. Мне поражаюсь, откуда берется столько инноваций у наших руководителей и воспитателей, как они креативно могут все это вот сорганизовать. Поэтому я думаю, что когда ребенок погружается и чувствует отношение взрослых к себе вот такое, ему доверяют, ты становишься партнером там, конечно, это притягивает. Ну, конечно, экзотика, загородом, лес рядом, друзья, тусовка своя, извините. Без родителей. Без родителей. Без родителей. Поэтому я думаю, вот все это вместе и притягивает наших детей. Ну что ж, сейчас уйдем мы на небольшую рекламу, а потом расскажем о том вообще, что нового. Будут ли какие-то новые школы у нас в городе Твери, не только. Пожалуйста, не переключайтесь. Ну что ж, мы снова в прямом эфире. Напоминаю, что мы сегодня говорим о подготовке к школе, вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на радиочастоте 95 и 5 FM, радио Монте-Карло, телефон прямого эфира 300-190. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Прежде чем мы перейдем непосредственно к новым школам, второй смене, образовательным программам, хотелось бы спросить вот психолога Яну Чевчан. Все-таки новый учебный год это для многих стресс, особенно для родителей, у которых дети только начинают свой путь в школе, идут в первый класс, для самих детей. Ну может быть это и более старшие ребята, у которых в школе какие-то существуют проблемы, и им предстоит снова погрузиться. Вот как все-таки, давайте, может быть, начнем с этого, правильно настроить ребенка к новой абсолютно жизни, которая у него будет в школе? Ну, настрой будет намного легче, если ребенка заранее готовить, и интеллектуально, и морально готовить. Самое, наверное, неправильное было бы говорить, что, ну, как обычно, да, у детей не оправданы, что он не оправдал ожидания. Учись хорошо, чтобы за тебя не было стыдно, веди хорошо себя, не позорь нас, учись только на одни пятерки. То есть вот навязывать ребенку то, что, в принципе, мало кто может тебе это дать из детей. Наверное, первый год, допустим, у первоклассников нет оценок, специально для того, чтобы у них адаптация шла легче. И вот для ребенка, наверное, вот 1 сентября в этом году, это 2 сентября, это должно быть для него действительно праздником, это не должно быть страхом. Надо его настраивать так, что это новая жизнь твоя, новые друзья, ты здесь узнаешь много интересного. Очень часто, допустим, когда приводят ко мне, я вообще осмотрю всех будущих первоклассников перед тем, как они идут в школу, даю какие-то рекомендации родителям, проводим занятия, и хорошо провести, допустим, экскурсию. Я знаю, что в садиках специально проводят экскурсии, то есть подготовительная группа прям собирается, идет в близлежащую школу, чтобы провести экскурсию, показать, где что, как, чтобы они не пугались и хоть немножко были знакомы. И также, кроме первоклассников, конечно, тяжелее еще пятиклассникам, потому что они переходят на новую ступень образования и развития своего, в том числе уже подросткового возраста. Им тоже тяжелее, то есть у учительницы их в начальной школе, которая была мамочкой для них второй, уже нет такого. То есть уже будут кабинетная система образования, другой классный руководитель. И хорошо, если заранее ребенка потихоньку готовят к этому, знакомят с кем-то, чтобы он не был, знаете, вот прям с корабля на бал, вытащили его из садика и сразу иди в школу. Многие родители правильно делают, которые приводят еще на занятия к психологу или просто познакомятся со школой еще с марта. Это было бы очень здорово, потому что те, кто приходят с марта, дети, есть возможность морально подготовиться, посмотреть, что такое школа, что такое занятие в школе. И плюс еще к тому же получить рекомендации, как лучше его подготовить, чтобы у него была большая ситуация успеха во время учебы. И еще положительно влияет на детей, очень видно, ребенок занимался где-то на курсах подготовки к школе или нет, привык он к этой системе в аудитории, сидеть к академическому вот этому вот обучению или нет. И ходил ли он в садик. И тяжело, наверное, кроме первоклассников, пятиклассников, еще и тем, кто в этом году будет сдавать экзамен. Это девятый либо одиннадцатый. Им, конечно, тоже нелегко. Они приходят уже заранее с таким страхом, что вот сейчас у меня будет двойная нагрузка, кроме учебы и уроков еще репетиторы. Просто надо все делать заранее. Тяжелее всего адаптироваться, по моему опыту, я лет девять, наверное, уже в школе конкретно работаю, тем, кто похватится в последний момент. Кто начинает искать репетиторов и определяет, какой сдает экзамен только в втором полугодии, оставит совсем чуть-чуть времени. Кто заранее, допустим, детям не рассказывает о том, что такое школа первоклассникам. Или кто, скажем так, с долгами входит в следующий год. У многих хвосты. Вот этим детям адаптироваться тяжелее всего, конечно. И это тут большая работа, наверное, родителям больше настроить. Если надо, сводить к какому-то специалисту, показать, побеседовать. Не знаю, провести какие-то... Много чего можно сделать, на самом деле, чтобы ребенок был готов, настроен заранее. Ну вот раньше, да, если возвращаясь вообще к стародавним, как говорится, временам, не требовалось от ребенка, чтобы он, идя в первый класс, читал, считал. То есть он шел туда специально для того, чтобы его там именно этому и учили. Сейчас ситуация иная. Лариса Константиновна, вот что, в принципе, сейчас должен уже знать о ребенке при, скажем так, поступлении в первый класс? Вы знаете, на самом деле он должен просто туда прийти с радостью. Если он не умеет читать, он начнет научит его читать. Для этого там учителя и есть. Если он пришел уже читающий, значит, просто ему будут этим детям как бы индивидуально давать побольше задания. Но, тем не менее, программа выстроена так, что любой ребенок с любым уровнем подготовки, подготовки найдет свое место в классе и в этом образовании. И стандарты подразумевают как раз где-то самообучение, саморазвитие, да, то есть чтобы была возможность всем детям в дальнейшем как бы к концу, например, четвертого класса выровняться. Вот в дополнение к вашему разговору, вот действительно, я согласна, мы уже много лет практикуем, но у нас есть такая платная услуга как подготовка к школе, вот, и, в принципе, наш микрорайон мы обслуживаем в этом плане, да, пользуются достаточно успехом. У нас еще создана такая система, что набирают вот эти вот группы именно те учителя, которые в дальнейшем будут брать первые классы. И поэтому, вот, если дети, родители приводят детей к этим учителям, то мы стараемся потом, конечно, по возможности, и формировать классы именно с учетом, вот, ну, мнения родителей, да, и именно так, как они ходили в эти группы подготовки. Без вообще всякой, так сказать, без всякого страха дети идут в первый класс, они уже там все знают, в школе они уже адаптированы, занятия с ними проводятся с октября по апрель, то есть фактически они уже идут как первоклассники. Но, тем не менее, конечно, я тоже с вами соглашусь, больше всего трудностей испытывают именно дети, которые не ходили в дошкольные учреждения, то есть они не адаптированы к социуму в принципе, и им, конечно, трудно этим ребятам, но в течение первого полугодия проводится обязательно во всех школах контроль по адаптации детей первоклассников, посещают уроки психологи, логопеды, заместители директора, то есть методисты, как бы вся эта работа, все эти детки, они находятся под присмотром, идут консультации с родителями, какие-то рекомендации даются и так далее и тому подобное. То есть к концу первого полугодия уже выстраивается четкая картина, и мы видим, как, на каком уровне вот эта адаптация как бы прошла. Поэтому, ну, готовить ребенка, конечно, надо, но я опять же с вами соглашусь, что больше это требует именно психологической подготовки. А вот что касается там умеет, не умеет читать, научат всех. Вы знаете, еще ни одного не пропустили, всех научили. Поэтому бояться этого не надо и паниковать, что вот мой не умеет, там что-то не знает, все будет сделано и все выстроено. То есть этого пугаться родителям тоже не надо. Больше действительно настраивать, не пугаться самим. Не надо, вот, вы знаете, каждый раз вижу картину, когда мама рыдая, судорожно держа ребенка за руки, значит, ребенок уже ей говорит, да ладно, мам, иди, я пойду в класс. А она не может его отпустить, потому что она сама вся вот в таком стрессе находится. Конечно, с этими родителями тоже разговариваем, потому что уже ребенок тоже от этого устает. То есть тоже надо понять и отпустить, немножко самостоятельности все-таки детям уже дать. Поэтому не надо этого пугаться, все наладится, все будет хорошо. Главное, с хорошим настроем и с позитивом. Екатерина, вы помните, вот, 1 сентября ваших дочерей, вот у вас разница, да, в 3 года. Да, все верно. На 9 классе, да, 2 в 6, правильно? Да. Вот, ну вот расскажите, вот так ли это все? Как вы вообще отдавали своих детей, как вы готовились? На самом деле соглашусь, что родители иногда эмоционируют больше, чем дети. Так было и у меня. При том, при всем, что понятно, что нужно все это заснять, сфотографировать. Но иногда мешали просто слезы, трясущиеся руки. Но дети как-то с этим более достойно справились, чем я. Улыбки, конечно же, для нас вообще всегда каждый год День знаний. Это традиция. У нас настоящий праздник, подготовка. Мы всегда у нас традиция. Делаем подарки для классных руководителей и дочерей своими руками. То есть заранее думаем, что бы подарить, что понравится. Потом всегда покупаем что-то новенькое, модненькое, потому что у меня девчонки. И думаем, что мы будем кушать в этот день. То есть куда пойдем или, может быть, что приготовим дома. Или какой тортик. В общем, готовимся как к настоящему празднику. То есть у вас, скажем так, некие такие ритуалы, я бы даже так и назвала. Здорово. Можно добавить еще? Да, конечно. Абсолютно согласен с коллегами по поводу того, как ребенок вообще готовится к образованию как таковому. К 1 сентября, в частности. Но я бы хотел все-таки, это мое мнение, отметить, что все равно ключевой фигурой вот в этой траектории ребенка по жизни и образованию является родитель. Потому что, во-первых, а, он и только он заинтересован в том, что из ребенка что-то получилось. То есть, грубо говоря, он видит чемпиона в своем ребенке, академика, бизнесмена и так далее. И поэтому подспудно, отдавая отчет в этом или не отдавая, он влияет на то, как ребенок пройдет образование, чтобы достичь этой цели. И вот здесь самое главное, как родителю реализовать эту возможность, чтобы, как сказали, уже не искалечить ребенка в жизни. Потому что мы помним, Моцарт великий человек, но как его папа бил, сейчас выясняется. И хотя, с другой стороны, может быть, без папы и Моцарта бы не было, но тем не менее, мне кажется, детство Моцарта испортили. Поэтому сейчас очень много родителей, которые вкладывают в образование детей, они понимают, говоря таким коммерческим языком, что это капитал, в который нужно вложиться и на выходе что-то получить. Причем капитал не только денежный, но и организационный, ресурсный, финансовый и прочее. Поэтому, чтобы я хотел, обращаясь к родителям именно в этот день сегодня, чтобы вы проходили этот путь не сверху над ребенком, а вместе с ним. Чтобы вы шли по этой траектории, которую вы вместе с ребенком изберете. Писателем он будет, инженером он будет, бизнесменом он будет. Но вы должны пройти так, чтобы это было интересно ребенку, и выбирать по пути этого образования те точки, где максимально могут ребенку помочь состояться в этой профессии. Дополнительные занятия ли это будет, кружки, учитель, который, даже ведь мы знаем, сегодня очень много родителей, которые хотят попасть именно в эту школу, надеют на все, чтобы попасть, допустим, в ту же 17-ю школу или 12-ю гимназию, понимая, что это во многом может задать потом судьбу своего дитя. В этом смысле родитель должен быть очень мудрым человеком, он должен быть и психологом, и педагогом, и организатором, и тем наставником, и тьютером. И если родители это понимают, советуются с педагогами, со специалистами, мне кажется, вот тогда тот союз, который приведет к хорошему результату. Самое важное, мне кажется, все-таки здесь разделять свои представления и пожелания от пожеланий ребенка, потому что нередко мы наблюдаем такую картину, где родитель где-то то, что он в свое время не реализовал, не реализовал его амбиции. Да, он это начинает перекладывать, хотя у ребенка совершенно другие способности, другие желания, а вот это как-то перечеркивается и вот в свое вот это вот дуду. И понятное дело, что для психологии ничем хорошим, я думаю, что психики точнее не заканчивается. Давайте перейдем все-таки к вопросу про новые школы в нашем городе, которые появляются ли они, и ремонтируются ли старые. Ну, как бы строятся ли или ремонтируются старые, это вторичная проблема или вторичная тема. Первичная тема – это количество учащихся, которые сегодня у нас есть в нашем городе, которые система образования должна переварить, принять, обучить, воспитать. И вот здесь мы наблюдаем очень устойчивый тренд. В последнее время у нас с каждым годом растет общее количество учащихся в школе. Если в позапрошлом учебном году у нас было около 44 тысяч школьников, в прошлом году учебном где-то 45,5 тысяч, то вот в этом году уже есть предварительные цифры 47 тысяч, свыше 47 тысяч. Ну, как справляются наши школы с таким количеством? Они справляются в рамках тех возможностей, как уже сказала Лариса Константиновна, которые у них сегодня есть. Школы переполнены практически в два раза от проектной мощности. Поэтому выход здесь только один. Либо оптимизировать то, что имеется, тот фонд классный, педагогический, который в школах имеется, оптимизировать так, чтобы все это можно было обучить и организовать вот эту деятельность. Либо вторая смена, которая сегодня тоже стала у нас такой притчей выязыцах, поскольку она у нас растет. К сожалению, на сегодняшний день где-то около 10 тысяч наших учеников в этом учебном году будут учиться во второй смене, без учета тех новостройок, о которых мы сейчас скажем ниже. Поэтому эта ситуация у нас остается достаточно серьезной. Почему? Ну, наверное, потому что как бы демографическая составляющая сегодня в стране сильна, и рождаемость, она влияет, давит на это. Но мне кажется, тут еще для нашего города особенность заключается в том, что город активно строится. Особенно наши спальни и районы. Приезжают жители из районов области, из других регионов. И это приводит к достаточно быстро, скачкообразной растущей численности ребят. Как с этим работать? Здесь, еще раз говорю, есть много вариантов, но радикально они, к сожалению, не могут привести к полному решению этого вопроса. В свое время мы пытались постепенно, вот уже было сказано, у нас есть программа «Вторая смена», ликвидация второй смены, где мы вместе с областью ремонтировали помещения, которые были использованы под хозяйственную деятельность, под административную деятельность, вводили обратно их к классную систему. И за счет этого ликвидировали вторую смену. Но эта возможность подошла к пределу своему. Мы сегодня уже, что называется, вычерпали этот шанс. У нас в школах уже практически не осталось таких помещений, которые мы можем обратно вернуть. И выход из создавшей ситуации пока виден только в одном. Это строительство новых школ. В этом году у нас два больших объекта. Это школа номер 50 новостройка, которая прямо на территории школы 50 строится на 560 мест. Школа, которая активно строится в Брусилово, в микрорайоне Брусилово на 1224 места. Уже, в принципе, началась подготовка, активная подготовка к строительству и начало строительства школы в микрорайоне Радужный, тоже на 1224 места. Дальше тоже есть определенные перспективы. Мы считаем, что если все наши планы реализуются, исполнится, мы существенно эту проблему сможем решить. Ну вот эти новые школы, да, это абсолютно новые строящиеся школы. Когда они планируются все-таки, вот они будут запущены? Ну вот первые две школы, я уже говорил о том, что это в этом году мы планируем запустить. По Радужному речь, наверное, идет о сроке где-то через год строительства. Те школы, о которых мы говорим дальше, ну там перспектива чуть отдаленнее, но она вполне реальная. И вот буквально каждый год мы хотим, чтобы выходили новые школы. Мы должны просто понимать, что это большой затрат на мероприятие, это огромные колоссальные средства, и финансовые, и организационные, и кадровые. Поэтому это всегда достаточно сложно, но у нас просто нет другого выхода. Мы по такому пути сейчас должны эту проблему решать просто. Хорошо. Вот по поводу кадров, кстати. Все-таки как ситуация улучшается, ухудшается? Идут ли в педагоги выпускники и педфаков, и вообще люди молодые, которые сейчас заканчивают свое обучение? Как вообще? Очень больной вопрос. Очень. Для всех, для всех руководителей школ. Вопрос больной. Потому что все равно мы видим отток кадров в Москву. И педагогику, конечно, ну те, кто, знаете, кто идут уже в педагогику, те идут. Но, к сожалению, конечно, по всем школам, я, наверное, не ошибусь, города, я сейчас про город говорю, идет дефицит кадров. Ну а какие, прежде всего, учителя каких дисциплин? Математика, русский язык, литература, иностранные языки. Вот у нас вакансия тоже висит, я выкладывала вакансию в Центр занятости, даже через соцсети пытаешься как-то, кстати, уже века больше. Мы тоже работаем с сетями, там больше. Больше, чем в Центр занятости, и мы смогли найти только одного тьютера и дефектолога. Это большая редкость. А так у нас тоже висит вакансия русский язык, математика, английский. У нас еще нет соцпедагога, по-моему. Физика нашли. Ну и то, это педагог, который уже много лет отработал, давно на пенсии, не собирался выходить, просто уговариваешь. Потому что, ну извините, наверное, это должно решаться на федеральном уровне, когда ставка 7800 не дотягивает до МРОТа, кто пойдет. Когда вакансию тебе скидывают телефон, начинаешь говорить с человеком, объясняешь условия и говоришь, вы можете дойти за зарплату 20 тысяч. Ну извините, вам придется добрать нагрузки, нагрузки чаще всего просто фактически домой приходить переночевать. Конечно, вот и мы звонили, когда у нас долго не было логопеда, еле нашли, звонили туда и говорили, а в чем причина-то, вот выпускаете же, немало выпускаете. Она говорит, да, но никто не идет по специальности дальше, потому что они знают, что они в школе будут получать. Ну вот вопрос решается. Единственное, что, как может решаться этот вопрос, на самом деле это тоже выход, и я считаю, что наш вуз, наш университет, он в какой-то степени тоже этот вопрос решает. Я просто являюсь членом государственной экзаменационной комиссии в университете, в Центрском государственном, и присутствуем на экзаменах, в выпускном эквалификационном экзамене, в выпускной эквалификационной работе. Когда это курсы совместные, то есть учитель начальных классов с правом преподавания, например, какого-то предмета, вот информатики или математики, то есть это, в принципе, преподаватель, который может до девятого класса работать. Плюс вот это преподаватели, которые заканчивают, например, преподавание начальных классов, вот у меня сейчас пришла такая девочка в первую, не одна, вот еще две в магистратуре, параллельно получают магистратуру, обучаются на дефектолога-логопеда. То есть мы им даем возможность потом какой-то дополнительной работы у нас в школе, как бы по своей второй специальности. Я считаю, что это, конечно, выход, но таких выпускников немного, к сожалению. Вот сейчас к нам тоже приходит девочка, молодой специалист, которая учителя английского языка, учитель начальных классов с правом преподавания английского языка, и поступила на магистратуру, на лингвистику. То есть это явно как бы учитель иностранного языка в дальнейшем перспектива. То есть она в этом будет двигаться. Она в этом будет двигаться. То есть вот это выход из положения, когда вот эти вот спаренные двойные какие-то специальности, они могут нам в какой-то степени облегчить жизнь именно в наборе кадров. Но на сегодняшний момент, конечно, катастрофически этого не хватает нам. И сами же учителя просто закрывают, допустим, могут... Перегруз тот получается у учителя, потому что ему приходится брать нагрузку свыше 30 часов, чтобы закрыть, чтобы детей обучать. Конечно, да, кадры решают все это. Как говорится, как это было сказано в начале прошлого века, да, так оно и есть, и будет всегда. И тем не менее в школах сейчас вводится второй иностранный язык как обязательный. Во-первых, интересно, для чего это сделано вообще, в принципе, вот понимая вот эти вот реалии, которые сейчас существуют, да, с преподавателями иностранного языка. Какие языки все-таки вводятся и какова цель? Понятное дело, что знают два языка, но просто насколько хорошо знают уже первый. Ну, на самом деле это не наше желание, это ответ на нормативные документы, которые есть, а именно на федеральный государственный образовательный стандарт, который в этом году уже переходит в штатном режиме девятый класс. И вот там как раз есть необходимость введения второго языка. То есть дети на выходе должны, ну, по крайней мере, вот со вторым языком девятиклассники хотя бы ознакомительно, они должны его знать. Вот, потому что, конечно, за девятый класс трудно обучить. Я сама преподаватель иностранного языка, я знаю, что это такое. Ну, единственное, что мы можем сделать, конечно, второй язык на базе первого языка идет гораздо легче. И мы понимаем, что если мы дадим базовые какие-то знания по второму языку, то есть если ребенку это будет необходимо в дальнейшем, он сможет уже этот процесс сам каким-то образом развивать. А пятиклассники нынешние у нас обучаться будут все с пятого класса, и у них уже перспектива до девятого класса. То есть это полноценный, очень серьезный такой предмет. Ну, во-первых, как я хочу сказать, конечно, это дополнительная нагрузка на ребенка. Сегодня мы понимаем, что мы живем, так скажем, в мультикультурном мире, необходимость знания языков возрастает. Правильно вы сказали, насколько он знает второй, что первый, чтобы ему знать уже второй. Но это все индивидуально. Конечно, это индивидуально. Я преподавала и как первый язык, и как второй язык. Я видела, насколько у меня были в свое время ученики, которые... Я преподавала второй язык, они с ним поступали на иньясы и заканчивали его, будучи это как второй язык. То есть все зависит от желания, от своего. Какие языки вводятся? Ну, во-первых, у нас школа двуязычная. У нас и немецкий, и английский язык. Я не убираю немецкий язык. Я считаю, что он должен быть. Это европейский язык, достаточно востребованный тоже в Европе. Согласный. С областной области. Да, и плюс еще к тому, я благодарна за эту фразу вам, потому что дети, которые приезжают с области к нам, о чем говорил Владимир Григорьевич, что идет сейчас насыщение активно, это, я хочу сказать, где-то последние года три очень активно заметно идет приток населения из области, да, и детей привозят. Они практически, ну, процентов 80 с немецким языком. Их куда-то надо сажать, их надо обучать. Вот. Ну, и второй язык мы вводим в этом году. У нас, получается, три вторых языка. У нас, получается, для детей, которые знали, учили немецкий язык, у них обязательно английский. Плюс те, кто английский язык изучали, для них есть в некоторых классах две группы. То есть у нас полный, может быть, класс, да, там немецкий и французский. Ну, и у нас есть платные группы, испанский язык. Тоже востребованный. Да, ну, как бы он, мы его не вводим, как, ну, обязательный. Ну, по причине, честно говоря, того, что вот у нас преподаватель этот есть, мы этому очень рады, но надо, мало ли, вот такая ситуация, что это преподаватель, ну, вдруг вот какая-то ситуация, да, и надо же его доводить, поэтому он у нас именно как дополнительная платная услуга тоже имеет место, востребован. Ну, вообще, насколько я знаю, ограничений нет, хоть китайский вводи. Да, было бы актуально. Главное, чтобы было актуально. Чтобы преподавать, да, и чтобы нужно было. Естественно, естественно. Поэтому мы, исходя из того, что если вдруг какая-то ситуация, чтобы мы могли заменить преподавателя и, в принципе, найти в городе того же учителя французского языка проще, чем преподавателя испанского, вы уж согласитесь, да. Поэтому, конечно, вот мы из этих вот как бы исходили. Да, не знаю, как сейчас, но на РГФ была сильная французская кафедра. Да, конечно. Сейчас там, я думаю, что все это сохранилось. Не знаю, может, там вели еще испанский, но вот я думаю, три... У них вот как бы, наверное, есть, но я думаю, да. Думаю, да. Вообще, у нас, когда были классы, ну, вернее, у нас есть классы коррекционно-развивающего обучения, то есть дети с ОВЗ, да, у нас раньше был учитель французского языка, и она, как, ну, человек, знающий языки, закончивший РГФ, она говорила, что французский в разы легче, чем английский или немецкий по своей грамматике. Поэтому мы подбирали для детей вот с ограниченными возможностями здоровья именно французский. Она говорила, что по практике он идет намного легче, недоступнее. Да, даже интересно. А, Екатерина, у вас, девочки, какие языки учат? И та, и другая изучают английский язык, и у старшей достаточно успешно, это хорошо получается. Ну, а младшей помогаю я, потому что я тоже в школе изучала английский язык, как-то так, ну, без репетиторов, по крайней мере. Самостоятельно, да? Самостоятельно, да. Хорошо, помимо иностранного языка, какие-то еще новые предметы будут вводиться? Ну, в этом году не... А русский родной, родной? Ну, он уже с прошлого года. Ну, да, в принципе, он, не хочу сказать, он довольно свежий. Он свежий, но он уже не, так скажем, вот прям вот новшество-новшество, это второй иностранный. Да. Хорошо. Ну, скажем так, все уже поступили, кто хотел, но тем не менее, для тех, у кого еще впереди, да, тяжелый период и подготовки, и сдачи ЕГЭ, да, вообще что-то новое в этом направлении будет? Ну, в этом году уже было... Вы имеете в виду в подготовке конкретно? Да, да. Вы знаете, наверное, не стоит каждый раз, вот на мой взгляд, какие-то новшества сюда вводить. Вот созданная система определенная подготовка к туговой аттестации и отработанная качественно, она сама по себе уже хороша, потому что она обработана, она уже дает определенный результат. А результаты вам, Владимир Григорьевич, как бы сейчас озвучил, то есть они хорошие. Совершенно верно. То есть как бы принцип ЕГЭ, как такового экзамена ОГЭ, он остается, но каждый год вносятся какие-то технические правки. Именно в проведении. Да, например, в этом году у нас впервые проводилось с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта приема. То есть выводилось прямо на пунктах, и из этих же пунктов отправлялись результаты. Раньше мы курьерами по всему городу с утра возили эти пакеты, потом уже пакеты привозили в РЦО, и там все это уже уходило на обработку. Сейчас каждый пункт является самостоятельным. Я думаю, каждый год будут какие-то технические вот эти новшества. Принципиально я не думаю, система уже действительно сложилась, она уже есть, она как бы уже опробирована, пока ее не трогаем. Но плюсы-минусы ведет работа и в этом направлении, я думаю, шлифовка будет продолжаться. Но это все равно, уже много лет существует ЕГЭ, УГЭ, и все равно ведутся споры, насколько это хорошо, и насколько это все-таки показывает качество знаний. То есть вот эта форма существующая, по крайней мере, существует такое мнение, мешает на самом деле некоему творческому мышлению, когда человек не выбирает готовые какие-то варианты, а сам продумывает, придумывает, то есть мозг его работает иначе. Что вот по этому поводу вы скажете? Вы знаете, изначально ЕГЭ никогда не позиционировалась как экзамен, который все полностью рисует картину о способностях ребенка. Этого никогда не было. Мы всегда говорили, что ЕГЭ, УГЭ может только характеризовать ребенка с какой-то одной стороны. Допустим, наличие памяти, наличие информированности, общей культуры и так далее. Что касается креативной части, то у нас в школах как раз, школы всегда славились тем, что много очень учителей, как раз креативный подход они используют во всеоружии, что называется. Беда только в другом. Сегодня не только у нас в стране, во всем мире нет той системы, той шкалы, по которой мы можем отметить или как-то разложить по полочкам вот эту креативность. Как ее оценивать? Как оценивать интеллект ребенка? Может, психолог со своей стороны что-то как-то, но это не будет полной картиной. Поэтому на сегодняшний день это главная проблема. Ребенка мы выпускаем, да, мы ему ставим какие-то баллы, но все равно получается так, что иногда по жизни ребенок, получивший там не очень высокие отметки в школе, вдруг взлетает и становится там супер. И наоборот. Поэтому сегодня это заявка на будущее. Вот педагогике нужно вырабатывать такой органичный, сбалансированный подход, когда все стороны ребенка можно было бы учитывать, в том числе и вот эту креативную составляющую. Хорошо, какие мнения еще есть? Ну, на мой взгляд, вот сегодня единый государственный экзамен, я, в общем-то, выступаю в защиту его. Почему? Потому что он дает возможность сегодня выпускнику поступить одновременно, одновременно как бы поступить в несколько вузов. Это то, чего не было никогда у нас. И сегодня ребенок имеет право, выпускник, имеет право выбора. И, как правило, успешные выпускники школ, это те дети, которые обучаются успешно на протяжении всех лет, они потом имеют, ну, как вам сказать, их везде берут. И у него остается уже право выбора. Вот он одновременно, например, поступает туда-туда-туда, везде поступает, и вот он уже теперь думает, а куда бы мне пойти учиться, и уже начинает смотреть с этой стороны. Вот этого раньше не было. Мы могли поступить на один факультет, на одну специальность, сдавали экзамены. И если ты вдруг не сдал, то тогда как бы все, вот тебе год у тебя пропадает и так далее. То сегодня получается, что они сразу себе и заканчивая школу, и тут же готовя себя в высшее учебное заведение, оно, конечно, вот именно облегчает, я считаю, в какой-то степени жизнь выпускнику школы. То есть ему не надо повторно впрягаться вот в эту еще одну компанию по сдаче экзаменов. Поэтому, вы знаете, на самом деле, чудес не бывает. Вот, как правило, они как учатся, так и не сдают. И, ну, я не помню, вот так вот, чтобы там, знаете, как бы, если ученик в течение года, там, в течение последних лет, да, или всех лет обучения там учился очень средне, а потом сдавал на какие-то баллы, но вот я на своей памяти такого не помню. Мы всегда радуемся за то, что если даже средненько учился, но он там получил свои баллы, которые он поступил в высшее учебное заведение, где он может, в общем-то, себя реализовать. Вот, поэтому, ну, правильно сказал Владимир Григорьевич, выпускников таких становится меньше, колледжи набирают обороты, они сейчас уже диктуют свои какие-то правила. Вот, рабочие специальности и специальности именно эти, они сейчас, в общем-то, в фаворе. Мы это видим, замечаем, что, конечно, выпускников у нас уже становится гораздо меньше, чем было буквально, может, лет пять назад. Поэтому я считаю, что не надо бояться идти на государственный экзамен, надо к нему готовиться. Нужно готовиться. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше, да. Хорошо, еще один такой момент, да, это цифровизация, так называемая электронная школа. Для тех, кто, может быть, не совсем еще понимает, что это такое, это, значит, учебные материалы, планы, дневники, вот, журналы, это все переходит в онлайн-версии, да, и, по сути дела, для того, чтобы как бы присутствовать на уроке, не обязательно выходить из дома. То есть это как бы такое будущее, которое у нас рисуется в финале вот этой цифровизации. То есть, по сути дела, в ходе вот этого процесса профессия учителя полностью изменится. Он будет учитель не как бы основным, да, носителем и передатчиком вот этих знаний, а будет по мере необходимости, как некий такой помощник, куратор привлекаться к процессу. Вообще, как у нас проходит, интересно, вот эта цифровизация в тверских школах, и на самом деле хорошо это все-таки или плохо, если, допустим, вот не брать вот плюсы чисто технического вот этого нашего прогресса, вот с точки зрения психологии, качества обучения, вот какие мнения? Ну, если говорить о цифровизации, здесь тоже есть два плана. Первый план цифровизации – это то, к чему сейчас идет глобально все человечество. То есть, мы переживаем эпоху цифровизации как таковой. То есть, это неизбежность какая-то. Да, когда у нас появляются умные города, умные машины, умные дома, умное здоровье, если хотите. Будут ли умные люди при этом? Смотрите, а вот это очень интересный вопрос, потому что мы, по сути дела, вписываемся в какую-то цифровую модель, и где человек становится, ну, условно можно говорить, придатком каким-то. Уже сейчас есть случаи, когда человек, запустив в цифровую облако, в цифровую облако свои, скажем, данные паспортные, еще какие-то, и там заключают договора, располагаются сделки. То есть, человек живет своей жизнью, а за него его двойник, клон, уже в цифровой вот этой системе, живет как-то своей жизнью. И я боюсь, если вот так пойдет дальше, то человечество ожидает серьезные, очень какие-то революционные изменения в этом отношении. И наша задача подготовить ребенка к такой возможности, хотим или не хотим, но что-то вот в этом отношении будет. Поэтому научить, не бояться ребенка вот этого, техники, IT-технологий, чтобы он свободно этим пользовался. Ну, жизнь сама вырулит, к сожалению, мы не сможем ни спроектировать ничего, ни предсказать. Там жизнь будет развиваться по своим определенным законам. Но вот подготовить ребенка к возможным поворотам нежествиям, вот это мы должны. Поэтому все журналы, все эти, все это хорошо, электронные журналы там, и вся эта система, но это мизер, это та небольшая вершинка айсберга. Это другое мышление, это другой стиль жизни, это другое поведение. И с одной стороны, мы заметили это, когда мы говорим о увлечении детей гаджетами, когда они в сети, когда они в этом. Но опять, надо, никто, к сожалению, серьезно сегодня не думает, а что это за явление такое, а как нам-то вписываться, педагогики в это. И вы правильно сказали, а нужна ли вообще тогда будет педагогика. Может быть, иногда тьютеры одни, которые ведут ребенка по какой-то траектории определенной, подсказывают, где куда свернуть, повезти. А вот такого массового учителя, который там класс 30 человек, он ведет занятия, может, не понадобится. Хотя еще раз скажу, мы давно уже это увидели, что просто простая передача знаний, даже не знания, а информации, это уже не удел педагога. Вот если ты просто транслируешь какую-то информацию по физике, по истории, по другим каким-то предметам, это уже мало. Нужно совершенно что-то другое, потому что действительно сегодня ребенок сам может с помощью интерактива влезть, научиться и так далее. Тогда вопрос, а что ты даешь как учитель? Тогда где ты теряешь и чем ты можешь восполнить? Вот это серьезная проблема, над которой бьются, и думаю, сегодня на повестке дня это стоит первоочередным вопросом. А что касается второго плана оснащенности, то сегодня, могу сказать, мы переходим в рамках областной программы НАСПроект на быстрый интернет. У нас есть уже определенный график, когда все школы города в ближайшее время перейдут на скоростной интернет, будут пользоваться. У нас сейчас идет обновление той базы, хорошей, считаю, информационной, которая у нас была, начиная с компьютеров, техники всей, которая сопутствовала этому, потихоньку произойдет вот эта замена. Ну и наши директора продвинутые, они следят за этим делом, они идут впереди, они сами активируют эти процессы, они сами развивают его. Поэтому здесь, я думаю, что мы держим руку на пульсе. Вы сказали такую фразу, что задача подготовить детей к тому, что будет цифровизация, чтобы они этого не боялись. Мне кажется, они как раз этого будут не бояться. Они там в свои, как рыбы в воде. Да, о том и речь. И другой возникает вопрос. А остальные, это чисто человеческие, коммуникативные навыки. Как быть с этим? Потому что, насколько я знаю, что сейчас с этим уже немало проблем. Вот хотелось бы тоже вот слово вам предоставить. Сто процентов правильно сказали. Сейчас ложку дегтя такую прям хорошую поварюшку, наверное, волью. Ну, все психологи уже давно, и психиатры бьют тревогу, что из-за вот этой вот этих IT-технологий у детей очень низкий эмоциональный интеллект. И я тоже это вижу. И каждый год возрастает количество конфликтов. То, что вот нам, взрослым, кажется на пустом месте. А на самом деле, когда тебя приходят в кабинет, приводят в кабинет заучу двоих, и рассказывают, в чем суть их конфликта, ты сидишь и думаешь, а вот неужели действительно так тяжело было догадаться, что вот не надо было вот это делать, чтобы не было вот так. Тяжело. Потому что у них низкий эмоциональный интеллект. Вот что входит в понятие эмоционального интеллекта, чтобы сразу это уже было? Очень много понятия. Допустим, когда ребенок... Почему чаще всего возникают конфликты? Когда ребенок неправильно расшифровывает реакцию своего оппонента, или, я не знаю, собеседника, и, следовательно, выдает неправильную реакцию. То есть, вот казалось бы, хорошо бы остановиться больше, не давить как-то, не знаю, не раздражать. Ты видишь уже, что человек начинает раздражаться, ты начинаешь невербальную сторону понимать, мимика, поза, жесты, тон голоса, тембр голоса и так далее. И сделать шаг назад, чтобы не было конфликта. Но они не распознают. Они не понимают, что не так, что человеку не нравится. И именно поэтому, ну что сейчас? Тебе не надо выйти разговаривать с человеком, чтобы заказать что-то, в магазин пойти с продавцом поговорить. Ты просто сел, нажал кнопку, тебе все привезли. Ну, то есть, вот этих всех возможностей коммуникации все меньше. Немножко вас прерву, буквально у нас под финиш здесь телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Александр Анатольевич. Я хочу присоединиться к вашей интересной беседе. Добрый день. Конечно же, IT-технологии важны, значимы, должны быть в школе, да, мы их должны осваивать. Но я, как родитель, хотел бы обратить внимание на взаимоотношения человеческие между участниками всего учебного процесса. Это директор школы, это родители, это школьники, понимание всех проблем, которые существуют в школе. И важно значение здесь именно директора школы, как профессионального подготовленного человека, а также управления образованием. И по этому поводу я, конечно, с новым начальником управления образованием хотел бы встретиться и записаться на прием. Потому что проблем очень много, начиная с электронного дня, прохождение диспансеризации наших детей, организации библиотеки, питания в школе. Очень много вопросов, к сожалению, не все директора школы дорабатывают эти вопросы. И родитель, который, прежде всего, кровно заинтересован в безопасности ребенка, образовании наших детей, он открыто говорит об этом. К сожалению, не все директора это слышат. И вот хотелось бы наладить взаимоотношения с начальником управления образованием, которое я приветствую, и надеюсь, она возьмет под контроль эти вопросы. И мы будем целенаправленно, методично исправлять те недостатки, которые существуют у нас в школе. А у нас их много. Спасибо. Спасибо. Ну вот буквально такое мнение родителей. Мне хотелось бы немножечко парировать его. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что у нас, по сути дела, права есть только у родителей и детей, а у педагогов вообще практически нет. Если, допустим, раньше можно было делать какие-то замечания, как-то призывать к порядку, сейчас, не дай бог, что-то сразу прибегут родители, вы здесь сделали замечание моему ребенку, вы его как-то наказали, еще что-то. Такое ощущение, что какой-то несколько односторонний процесс, где вот у нас вообще складывается впечатление, вообще педагоги совершенно оказываются без каких-либо прав. Вот согласны с этой точкой зрения? Согласны. Да. Нельзя ставить в угол, нельзя выгонять, много чего нельзя. А то, что есть какие-то ответные обязанности, и тоже у всех причем, а в этом как-то вот забываются, мне кажется. Ну да, обязанности получаются только у педагога. К сожалению, бывает так, что не все, конечно, родители. Я очень много общаюсь с родителями. Я, например, всегда в открытом доступе, и мои родители знают это. И в любой момент могут ко мне прийти, и я выслушаю, и что в моих силах сделаю. Я всегда стою на позиции ребенка. Для меня ребенок важнее всего. И я всегда буду защищать именно его. Но я с вами соглашусь, что действительно очень часто педагог оказывается по ту сторону, что называется, границей, и он бесправен. То есть права у нас есть у родителей, обязанности у педагогов, у школы. Вот родитель привел ребенка в школу, вот, пожалуйста, его возьмите, учите. Я же это сделала, а вы теперь обязаны все это делать. А я посмотрю, как вы это сделаете, и оценю вашу работу. Вот, к сожалению, такого встречается. Вот я все-таки считаю, что мы должны быть партнерами. Мы должны быть партнерами, мы должны понимать, что и в законе об образовании, и в семейном кодексе прописаны не только права родителей, но и обязанности прежде всего. И что, в общем-то, правильно сказал Владимир Григорьевич, это обязанность родителя и подготовить ребенка к школе, и привести, контролировать его, и как бы идти на контакт с учителем, и добиваться того, чтобы именно ту траекторию выстраивать, которую бы он хотел видеть в дальнейшем в его развитии. Ну, я еще раз хочу сказать, что родители бывают разные, как и мы все разные. Но наша задача все-таки прийти к тому консенсусу, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он с удовольствием шел в школу, чтобы он получал знания, чтобы он действительно свое детство проводил счастливо, и чтобы он потом вспоминал школу только добрыми словами. Ну, это на самом деле очень верно, потому что понятие такого, что вот все, началась школа, и значит, я себя снимаю полностью ответственность за дальнейшее воспитание, обучение и прочее, это, конечно, в корне неверно, кому как бы не хотелось думать иначе, потому что если в школе учат одному, а дома приходит ребенок и видят противоположное, ну, тут, мне кажется, хоть и расшибись, но не будет того эффекта и воспитания ребенка, который, может быть, и хотелось. Мне очень понравились ваши слова про партнерство, мне кажется, только вот так, с совместными усилиями, вот буквально остается у нас несколько секунд, Екатерина, вы как родитель выскажите свою точку зрения. Я всегда стараюсь рассматривать ситуацию со всех сторон, со стороны учителя, со стороны ребенка, со своей стороны родителей, потому что, как бы, я стараюсь быть хорошим родителем. И я всегда думаю так, если приходит ребенок, да, и рассказывает, что какая-то была ситуация такая спорная, я всегда думаю, конечно, ребенок хочет, чтобы его пожалели, чтобы его поняли, да, в семье, где-то, может быть, даже и приукрасит. Поэтому я считаю, что партнерство должно быть между родителем и педагогом, и нужно идти к учителю, не бояться подходить, общаться и решать все спорные вопросы мирным путем. Да, не стуча кулаком. И выслушайте, и выслушайте, прежде всего, другую сторону, другую позицию, потому что, правильно вы сказали, иногда ребенок, и я тоже всегда говорю это родителям, мы, конечно, доверяем своим детям, но мы должны проверять информацию. Он иногда из-за боязни, что вот он что-то натворил, он может либо другого ребенка оговорить, либо вообще ситуацию по-другому в свою сторону. Это не является вранью, это защитная реакция ребенка, он так защищает себя. Но наша-то задача взрослых людей, эту ситуацию рассудить и объяснить ему, и прийти к какому-то общему, как бы сказать, мнению. Поэтому, конечно, только партнерство. Ну вот на этой положительной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я вас благодарю за участие и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Удачи вам и терпения. Ну и понимание со стороны тех, кто может повлиять на жизнь школы в лучшую сторону. Это была программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания. До свидания.